Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Вторая неделя апреля начнется с солнечного затмения, которое произойдет во время новолуния в знаке Овна. Обычно начало недели – это активное время, но в данном случае понедельник стоит провести пассивно, в среду и четверг – плыть по течению и, по возможности, не начинать новых дел или проектов на протяжении всего периода. А теперь подробнее об астрологическом прогнозе на всю неделю с 8 по 14 апреля для каждого знака зодиака. Для Овнов это особенно напряженный период, так как в их жизни могут всплыть нерешенные кармические проблемы, которым нужно уделить большое внимание и не откладывать на неопределенное время. Представителям огненного знака не следует садиться за руль, заниматься спортом, проводить деловые встречи и посещать места массового скопления людей. Лучше посвятить время планированию своей жизни и отношений. Тельцам на этой неделе лучше не проявлять инициативу в профессиональной деятельности, а в отношениях с коллегами стоит соблюдать нейтралитет. Контакты с руководством тоже нежелательны. В финансовых делах постарайтесь избегать трат и вложений, по крайней мере, до следующей недели. Тельцам-родителям придется уделить внимание своим детям по вопросам взаимодействия со сверстниками или одноклассниками. Близнецам недели принесет новые возможности, которые будут связаны с профессиональной деятельностью. Некоторым поступят предложения о смене работы, должности, иногда с переездом в другой регион или даже страну. Многие рискнут попробовать свои силы в совершенно новом деле. И это будет началом серьезного успеха в недалеком будущем. Небольшие сложности могут быть в личных отношениях с партнерами. Близнецы будут склонны к конфликтам, причиной которых станет накопившееся недовольство и напряжение. И здесь уже многое будет зависеть от самих представителей знака, их способности на конструктивный диалог и взаимодействие. У раков вероятен разговор с небезразличным вам человеком на тему, которая уже поднималась ранее. Да и вообще на этой неделе звезды советуют больше общаться, есть шанс получить нужную информацию. Еще один совет от астрологов – не игнорируйте новые идеи и возможности для дополнительного дохода. Львам предстоит пережить сложности, связанные с солнечным затмением. Представители огненной стихии особенно чувствительны к такого рода явлениям из-за сильного положения Солнца в своем знаке. В первую очередь нужно контролировать свои чувства и эмоции. Стоит более осознанно отнестись к происходящему. Это поможет остаться в хороших отношениях с близкими людьми и коллегами по работе. Вторая половина недели будет более успешной. Львы вновь выйдут на первые позиции, будут находиться в центре внимания и блистать, привлекая множество поклонников и почитателей. ДЕФ в этот период особенно сильно будут раздражать беспорядок, многословие, коллег по работе и позиция близких людей относительно совместных дел или проблем. К выходным настрой улучшится, а новые перспективы в бизнесе или профессии заставят с оптимизмом смотреть в будущее. Финансовая сфера потребует дополнительного контроля. Многие представители знака обзаведутся новыми поклонниками, которые будут вести себя активно и настойчиво. Весы достаточно благополучно проведут период солнечного затмения. Многие родители будут заняты делами детей, они потребуют более активного участия в своей жизни. У некоторых также появится возможность наладить отношения с кем-то из друзей, родственников или бывших возлюбленных. Важные решения рекомендуется принимать после четверга. Карьерные вопросы будут актуальны для весов, родившихся в конце сентября. А возможности для улучшения материального положения появятся у октябрьских представителей этого воздушного знака. Скорпионы смогут увидеть людей и события в другом свете. Некоторые встретят людей из прошлого. Возможно, именно этот человек поддержит скорпионов в каком-то сложном вопросе. Карьера обещает идти вверх, так что нужно быть готовым к новым вызовам. Совет от астрологов. Если представители знака получат предложение о переходе на новое место работы, им следует этим воспользоваться. Стрельцы всю неделю будут озабочены новыми идеями. Они начнут строить планы, разрабатывать тактику, привлекать единомышленников. Надо отметить, что основная часть этих задумок будет успешно реализована. Стрельцы-преподаватели получат возможность выйти на более широкую аудиторию. Козерогам следует внимательно изучать поступающую информацию. Будет шанс использовать ее для получения или увеличения дохода. Также в этот период вы удачно решите финансовые рабочие проблемы. А в середине недели даже сможете совершить выгодную сделку. Верьте интуиции и внутреннему голосу. Водолеям рекомендуется на протяжении всей недели заниматься собой и своими делами. Романтическая сторона жизни порадует представителей этого воздушного знака новыми знакомствами, неожиданными и приятными. Еще в эти дни вы можете встретить человека, с которым раньше вас связывала дружба. Рыбы войдут в ресурсное состояние не ранее четверга. Начало недели вряд ли станет успешным как в профессиональных делах, так и в романтической сфере. Если на работе рекомендуется держать дистанцию, то в отношениях лучше отстаивать свои позиции. Но делать это очень в вежливой и тактичной форме. Понедельник и вторник лучше провести в режиме разумной экономии, а выходные в кругу самых близких людей или родственников. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова